МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, я давно наблюдаю за здоровьем Марии Сергеевны. А раньше в вашем доме частым гостем был. Сейчас прихожу все реже и реже, к счастью. Лев Федорович, я не знаю, что случилось. Мы с мамой выполняли все ваши предписания. Она регулярно пила лекарства, занималась физкультурой. Моей пациентке категорически запрещено волноваться. Сегодня приступ мы сняли, а что будет завтра, одному Богу известно. Лев Федорович, вы говорите обо мне в третьем лице. Позволю себе заметить, я еще жива. Если будете выполнять все мои рекомендации, мы еще на свадьбе вашего внука погуляем. О, обещаю. Только если отпустите меня домой. Категорически возражаю. Минимум три дня в стационаре. Андрей Павлович, пойдемте, подпишем кое-какие документы. Чистая формальность. Мария Сергеевна, вы простите меня. Простите, я правда, я не хотела так сильно вас огорчать. Ну и уж, конечно, мы никуда не поедем. Мы останемся с вами. Я не имею права тебя задерживать, но скажу откровенно, я рада. Но ты же мне так и не рассказала, что произошло на той вечеринке. Что-нибудь неприятное, да? Да нет. Что-то между тобой, Андреем, да? Ой. Какая же я бестолковая. Ты влюбилась, да? Ты влюбилась и стыдишься, потому что ты боишься, что тебя станут осуждать. Ну да, конечно, вышла замуж за одного брата, потом влюбилась в другого. Ну-ка, подойди сюда. Ну, подойди, подойди вот сюда. Милая моя, я уже достаточно живу, я все понимаю. Я не стану осуждать твои чувства. Да даже в старозаветные времена больше года траур никто не носил. Ты молодая, ты не должна себя хоронить. Я была бы счастлива, если бы ты и Андрей были бы вместе. Все улажено. Обычный набор процедур и наблюдения. Вам всего три дня. Придется потерпеть. Угу. Конечно. Надо так надо. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Ну что, Стасик уснул? Пару часов у нас с тобой есть. Я предлагаю только куда съездить. Куда? Это секрет. Боже, какая таинственность. Что это за место? Все узнаешь. Ты меня заинтриговал. Расслабься. Легко сказать. Так, нет. Вот большой палец левой руки под большим пальцем правым. Вот так. Локти полностью не упрямляй. Согни немного. Плечи не поднимай. Сфокусируйся на мушке. Андрей, нет. У меня не получится. Давай не будем. У тебя все получится? Давай. Вот так. Локти присогни. Теперь задержи дыхание. И последней фалангой плавно жми на курок. Давай. Попала. Мамочка, я попала. Продолжай. Здорово. Молодец. Ну-ка. Ну что, для первого раза неплохо? А можно еще? Терпение. Что это? Лида, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Хочу держать твою руку, видеть твои глаза, твою улыбку. Ты любишь меня? Скажи да или убей меня, потому что я не смогу жить без тебя. Стрелять ты научилась? Так что выбирай. Лид, ну что ж ты меня придерживаешь? Я не древняя развалена, вполне могу передвигаться сама. Андрей, твоя мама не дает мне о себе заботиться. Прекратите делать из меня инвалида. Я иду к себе. Не надо меня провожать. Что с тобой? Что? Андрей. Мне кажется, я должна тебе все рассказать. Что все? Это очень непросто. Ты должен знать о моем прошлом. Ты любишь меня? Да. Тогда меня не волнует прошлое. Меня интересует только настоящее. Мне нужна моя сумка, ребята. А где она? Андрей. Андрей. Лида. Ой. А что это? Ну что, похоже, нас застукали. Андрей. Придется признаваться. Мама. Мама. Мам. Мы с Лидой любим друг друга. Мария Сергеевна. Мама. Боже. Мария Сергеевна. Андрей, неси капли. Какие капли? Открывается шампанское. Как? Ты уверена? Абсолютно. Будьте счастливы. Я так рада за вас. Мария Сергеевна. Простите. Лидия, мы сильно вас спрашиваем. Кто? Не знаю. Не представились. Алло. Привет, Соколова. Совет не мучает? Я все про тебя знаю. Ты украла чужую жизнь. Почему ты молчишь? Я не могу сейчас говорить. Перезвоните позже. Лида, кто это был? Это из ателье. Я платье сдавала. Готово. Дети мои. Чем взрослее становишься, тем больше начинаешь ценить время. И поэтому, если вы действительно любите друг друга, не тяните за свадьбы. Очень прошу вас. Я в своих чувствах абсолютно уверен. Лида, любимая, ты выйдешь за меня? За самых красивых жениха и невест. Боже. Идеально. Шито, как на вас. Да, но мне кажется, немножечко длинновато, нет? Ну, у нас есть мастерская, мы можем чуть подшить. Ага. Да невероятное платье. Я таких никогда не видела. Ну, знаешь, дорогая, не платье красит человека, а человек платье. Девочки, давайте подберем туфли. Какой у вас размер? Тридцать шестой. Так, это четверочка. Одну секундочку. Тридцать шестой. 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 парк там кафе жду тебя через час вы кто посмотрите эту нас англия эксклюзивная модель красота уже какая женщина которая обманывает других корыстных целях девять букв что вам нужно девять букв мошенница соколова кто вы тебя память отшибла мы встречались около года назад вспоминай вспоминай вы работали в той больнице куда меня привезли сразу после аварии функции мозга работают прекрасно а это значит соколова что тебе не отвертеться а почему вы называете меня соколовой моя фамилия казаринова действительно когда тебя привезли в больницу твоем кармане нашли паспорт на это имя и никто ничего не заподозрил хотя ты постоянно бредила хотела спасти виду стаса но никто не обращал на это внимание ну понятно черепно-мозговая травма но знаешь однажды однажды ты меня удивил чем ты попросила позвонить маме в такой ситуации многие зовут маму даже если ее нет сказала что твоя мама живет в батырово ты назвала точный телефонный код я проверил я полистала паспорт лиды казариной фотографии практически уничтожено именно поэтому все подумали что ты лида но я никак не могу понять как этот паспорт оказался у тебя в кармане может быть потому что это мой паспорт да но что же делать с кровью с кровью тебя 2 положительно об обменной карте лиды казариновой первое отрицательное интернет великая вещь узнаешь я выяснила что в том автобусе было две беременных вторая некая евгения соколова женечка ты же у нас находишься во всероссийском розыск находилась ты же нас типа мертвая почему сейчас чего вы ждали весь этот год я хотел убедиться что тебя не вышвырнут за дверь что ты войдешь в доверие детка у меня на тебя огромный план что вам нужно деньги да так банально сколько вот эта сумма меня вполне устроит нет нет у меня нет столько ищи потому что в следующий раз я позвоню не тебе а сама знаешь кому я даю тебе ровно неделю и да я как раз выбирала агентство которое займется вашей свадьбой тут есть одно у них очень хорошие рекомендации мария сергеевна как скажете вам всецело доверяю они все хлопоты берут на себя нам остается только выбрать кольца и как раз из агентства ты знаешь они прислали очень хороший каталог вот иди сюда пожалуйста присядь пожалуйста вот посмотри я честно говоря уже все изучила можно я порекомендую а вот вот лично мне нравится вот это а как тебе нет это очень дорого нет вот я так и знала лида ну не думай о цене самого кольцо тебе нравится честно честно нет ну очень вычурно по но шикарно мне нравятся простые кольца без камней ну хорошо как скажешь ты как это уставшая все в порядке голова болит и ты ведь за бессонница иди иди в постель я заварю тебе ромашковый чай пойду вот Продолжение следует... Вот чай. Может, таблетку выпьешь? Не надо. Мне просто нужно выспаться, и все. А так-то давай я Стасика заберу. Костякин, он так хорошо уснул. Не надо. Я обещаю вам, если он будет буянить, я принесу его куману. Ну, хорошо. Договорились. Отдыхай. Выпирай. Не спеши. Все-таки остановилась на самом простом? Нет. Я подумала, что... Лучше будет прислушаться к вашему мнению. Прекрасно. Потом будешь смотреть на это кольцо и меня добрым словом упоминать. Как вам... Вот это? Отличный выбор. Отличный. А ты знаешь, есть такая примета, что если в обручальном кольце есть бриллианты, то супруги обязательно отпразднуют бриллиантовую свадьбу. Ну, примерь. В пору? Да. В самый раз. Будете брать? Да, конечно. Карты можно расплатить? Да, конечно, можно. Пожалуйста. А может быть, мы напишем имена на кольцах? У вас есть такая услуга? Да, мы это делаем. Что думаешь? Ты меня слышишь? Что? Да, имена. Имена это... Это хорошо. Это отличная идея. Ну, а как зовут жениха и невесту? Женя и Андрей. Милая, какая Женя? С тобой все в порядке? Лида и Андрей. Хорошо. Мария Сергеевна, простите. Простите, ради бога. Это, наверное, после вчерашнего. Опять головные боли? Да. Что-то туман. Трудно соображать. Послушай. Мне кажется, тебе лучше обратиться к врачу. Постоянные головные боли. После такой травмы. Меня это беспокоит. Да. Я обязательно запишусь. Вот, пожалуйста, карта. Спасибо. Ваш чек. М-да. Дорогая штучка. Значит, вам нужна копия. Да. И этого кольца тоже. Мы решили оригинал носить только в торжественные дни. А в будние носить копии. Потерять жалко. Разумно. Сколько это может занять по времени? Трудно назвать точные сроки. Недели две, я думаю. О, нет. Это очень долго. На самом деле, у меня есть только шесть дней. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. На здоровье. Андрюш, хочешь посмотреть кольца, которые мы сегодня купили с Лидом? Мам, ну, ты знаешь, я об этом ничего не понимаю. Я полностью полагаюсь на ваш вкус. А Лидочка сама выбирала. Угу. Исключительный случай. В этот раз наши с ней вкусы абсолютно совпали. Лид, покажи, Андрюша, послушаем. Мария Сергеевна, мне кажется, это плохая примета. Милая моя, плохая примета, это чтобы жених видел свадебное платье. Я не хочу спорить, но я убеждена, что именно кольца нельзя показывать жениху до свадьбы. Какая чушь. Мы сейчас позовем Капитолину Леонидовну, и пусть она нас расследит. Мам, ну какая разница, что скажет Капитолина Леонидовна? Извините. Ну, не хочет Лида показывать кольца до свадьбы. Пусть так и будет. Зачем расстраивать невесту? Лида и так нервничает. Ты абсолютно прав. Прости, дорогая. Алло. Есть кто-нибудь? Ой, извините. Извините, девушка. Я вас внимательно слушаю. Ух ты. Сколько бы вы дали за такие? Они дорогие. Вижу. Они совсем новые, мы их буквально на днях купили. Так а если купили, чего же продаете? Деньги нужны. Так что? Сколько дадите? Если это вы покупали, то, может быть, у вас еще и чек остался? Как знала, что пригодится. Вы знаете, я могу дать половину цены. Так мало? Девушка, хотите, поставим на реализацию? Может, это больше, да там же гравировка. Вот, и на одном, и на другом это стачивать придется. Это сколько работы? Ладно, давайте. Я согласна, давайте деньги. Угу. Так, это нам, это вам. Так, вот, пять. Андрюш! Я получила сообщение из банка. Какое? На карте, которую я дала леди, нулевой баланс. Она что, сняла все деньги? Ну, получается, что да. Нет, просто странно, за год не потратила ни копейки, а тут раз, все, сразу. Это что-то значит? Не имею понятия. Нет, не подумай, мне не жалко, просто... Боже, какой идиот. Что? Подарок к свадьбе. Она мне что-то готовит, и я об этом даже не подумал. А, ну да. Спасибо тебе, мам. Ты меня просто спасла. Все принесла? Ну, видишь, какая молодеца, прибеднялась. Мы в расчете? Можешь жить спокойно, Лидия Казаринова. Больше ты меня не увидишь. Надеюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей. Как же я тебя люблю. Добрый вечер, Марья Сергеевна. Андрюша, выручай. Ты что, все еще сидишь над списком? Угу. Я думаю, ты давно закончила. Угу, как бы не так. Я дошла еще только до родственников папы, а уже набрался вон целый талмуд. Да-да, а потом нужно будет всю эту компанию еще рассадить. Я, между прочим, жертвую собой ради вас. Цени. Ценю. Мама, ты у меня самая лучшая. Угу. Андрюш, вот ты мне скажи. Рудика позовем? Позовем? Ну, какая свадьба без драки. Андрюш, не смешно. Ну, тогда вычеркивай, без всякого сожалению. Вычеркивай. Вычеркивай. Литочка, ну а с твоей стороны кто будет? Ой, а мне некого позвать. А, как это некого? А вот эта твоя подруга, которой ты в деревню ездила? А она только что родила, ей не до того. Ну, может, тогда с бывшей работой. Да не общаюсь я ни с кем. Как-то странно. Я никогда не видела человека, у которого никого нет. Люди же как-то по жизни обрастают друзьями, знакомыми, коллегами, да? Я, наверное, не общительна. Да? Я не заметила. Я даже рад. Зато никто не будет тебя отвлекать на свадьбе от самого главного. От самого главного? Ты что, не знаешь, что на свадьбе самое главное? Конечно же, жених. Жених? Почему я думала, что не вес? Устаревшие сведения. Спокойной ночи, Марья Сергеевна. Тихо. Тихо. Все. Спокойной ночи. Дальше я сама. Подожди, подожди, подожди. Стасик уже давно спит. Вот у меня сна не в одном глазу. Попроси Капитолину Леонидовну, она заварит тебе ромашковый чай. А у меня на него аллергия. Правда? Правда. Стойкая, мгновенно покрываясь сыпью. Попроси, пусть заварит с мятой. У меня аллергия на все травы. Боже мой, как мне повезло. Я выхожу замуж за хроника. Нет, 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 нет. Я не безнадежен. Есть одно средство. Андрей. Андрей, мне правда нужно отпустить Нину. Не беспокойся. Нина не покинет бывого поста, пока ты не вернешься. Даже если ты вернешься, так утром. Что же она подумает? Она подумает, что мы страстно, безумно и сильно друг друга любим. Разве нет? Да. Только тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После обеда поеду к партнихе и закажу себе новое платье. Лид, поедешь со мной? Не могу, к сожалению. Сегодня педиатр приходит. У Стасика плановый осмотр. Да, действительно. Как я могла забыть? Сколько можно повторять? Здесь такие не живут. Достали. Нина, спокойнее. Кто это был? Простите, Мария Сергеевна, хулиганы какие-то. Все утро названивают, спрашивают какую-то Евгению Соколову. Правда, достали. Нина. Да? Если позвонит еще раз, передай трубку мне. Хорошо. Я прошу прощения. Можно позвонить. Совсем забыла. Алло. В чем дело? Мы же договаривались с вами. Вы больше не звоните сюда и не показывайтесь. Дорогуша, не так просто забыть про курицу, несущую золотые яйца. Поэтому я подумала и решила. Твоя тайна стоит намного дороже. Катина. А вот оскорблять и злить меня я не советую ни в твоих интересах. Так что жду тебя через час. Хорошо, я буду. Что-то случилось? Нет. Ничего, мне просто нужно уехать. А как же педиатр? Я постараюсь вернуться. Подстрахуйте меня, если что. Ты знаешь, мне так понравилась Москва. Такой красивый город, современный, живой. Не то, что у нас в провинции, то хляк. Да на вокзал думаю, что, собственно говоря, я должна уезжать-то, ну? Я не буду больше платить. Придется. Москва – город дорогой, поэтому сумма выкупа увеличивается в два, в три раза. Все, я от тебя отстану, честное слово. Почему? Почему я должна вам верить? Ну, это понятно, у тебя нет другого выхода. Нет. Я не могу, я сделала все, что могла. У меня нет больше денег. Все? Ты фантазию-то подключи. Ну, можно же устроить ограбление, похищение, в конце концов. Ну, что? Значит так. Принесешь мне сына, вернешься домой, изобразишь горе. Скажешь, что тебя ударили, отобрали кровинушку родную. Потребуем выкуп. Свекровь твоя, ясное дело, раскошелится. Я никогда не пойду на это. Как хочешь. Хороший план. Зря. Думай тогда сама, где деньги возьмешь. Мне нужно время. У тебя есть два дня. Через два дня встречаемся здесь же, в это же время. Что, пошла что ли о десерт? Я заплачу. Благодарю. А. Ой. Привет. Я его только что покормила. Марья Сергеевна куда-то уехала. Сказала по делам. Врач приходил? Да, с ним была Марья Сергеевна, я на кухне помогала. Ну что ты, что ты. Спасибо тебе, Нина. Иди, я дальше сама. Хорошо. И что? Кто это? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Андрюша. Почему трубку не берешь? У тебя все в порядке? Да, я выходила из комнаты, только вернулась. Ты уже дома? Да. Звучит не очень радостно. Ты как себя чувствуешь? Все хорошо. Немного голова болит. Ничего, я выпила таблетку, сейчас пройдет. Сейчас же я запишу тебя к врачу. Не надо, Андрей. Давай лучше съездим в тир. Отличная идея. Я пришлю смс-ку, в котором часу за тобой заеду. Пока. Люблю тебя. Я тебя тоже. Что? Смелее. Допускай всю злость, которая в тебе накопилась. Ну как? Полегчало? Ты вы мог убить человека? Если кто-то попытается отнять тебя у меня, точно убью. Почему ты спросила об этом? Не обращай внимания, просто в голову пришло. Я еще хочу. Можно? Конечно. Для этого мы сюда и пришли. Прошу. 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 Нашла деньги? Нет. Значит, выбираем мой план похищения? Не будет никакого похищения. Это наша последняя встреча. Я решила во всем признаться. Далифуешь. Понятно. Не могу я так больше. Я не могу жить и все время бояться. Хватит. Ты понимаешь, что ты все потеряешь? Если любит, простит. А если нет? Если нет, получу по заслугам. Соколов, ты дура, что ли? Ты понимаешь, что он тебя выгонит вместе с твоим ребенком? Это в лучшем случае. А в худшем случае он вместе со своей мамашей сдат тебя в полицию за мошенничество. А там всплывут все твои старые грехи. Ты мозги включи. Не твое дело. Да ты блефуешь. Соколова! Стой! Соколова! Давай так. Я согласна снизить цену. Принесешь, как в прошлый раз. Хорошо? Денег больше не будет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет, солнышко. Извини, дико занят. Если что-то срочное, говори! Нет, перезвоню через час. У меня встреча. Андрей, мы можем встретиться? Я недалеко от офиса в нашем ресторане. Что случилось? Ты был прав. Я мошенница. Я обманула тебя. Буду через 10 минут. Я очень боялась за себя и за ребенка. Если бы они узнали, что я жива, они бы убили меня. Почему ты молчишь? Ну, почему? Ну, господи, скажи что-нибудь. Я прошу тебя. Я не знаю, что мне делать. Андреуша. Прости. Прости. Я знаю, что все, что я говорю, это ужасно, но... Я люблю тебя. Я не знаю, как без тебя жить. Я не знаю, как без тебя. Прости меня. Андрей, Андрей, нюхай. Андрей Павлович, мы приехали. Андрей Павлович, мы приехали. Я люблю тебя. Андрей Павлович, мы приехали. Андрей Павлович, мы приехали. Господи! 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 Благодарю вас. Возьмите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Видимо, что-то со звонком или с калиткой. Впустите меня, пожалуйста. Было распоряжение вас не пускать. Отойдите от ворот. Какое распоряжение? Вы вообще в своем уме? У меня ребенок там! Откройте калитку! Уходите. По-хорошему вам говорю. Андрей! Андрюша! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что происходит? Здесь все твои вещи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет! Нет! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Куда ты? Андрей! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей! Я понимаю, ты злишься на меня, и ты имеешь на это полное право. Но я прошу тебя, позволь мне уйти с ребенком. Я заберу Стасика, и ты никогда нас больше не увидишь. Зачем ты назвала сына именем брата? Это что, тоже было частью плана? Нет! Андрей! Он спас нам жизнь! Я думала, что… Как ловко ты научилась выкручиваться! Андрей! Нет! Я прошу тебя, пусти меня! Ты не можешь забрать у меня ребенка! Почему нет? Именно это полное право. Согласно свидетельству о рождении он Станислав Казаринов, мой племянник. А вот ты кто такая? Это… Я его мать! Неужели? Его мать погибла? Нет! Нет! Это… Это неправда! Я его мать, и любая экспертиза – это подтвердить! И что дальше? Пойдешь в полицию, приставишься Соколовой – тебя сразу посадят? Ты сына все равно не получишь. Нет! Андрей! Нет! Андрей! Андрей! Андрей, дай мне ребенка! Это мой ребенок! Я не уйду без него! Уйду! Я вырешу это, пожалуйста! Ты не мать, ты… Ты не мать, ты… Ты ничтожишься! Ребенку без тебя будет только лучше! Нет! Нет! Не уходи! Не уходи! Ты не можешь этого сделать! Андрей, пусти меня! Ты не можешь так во мной поступить! Пожалуйста! Идите! Не нужно здесь сидеть! По-хорошему идите! И мне придется вызвать полицию! Что в нейρ' не Nope! И мне придется заняться в науку. И мне придется чего-то позовать aquilo,wind Дай, себе! А вот такую чу-то, поехал на кого-то. А она так vez ihn или нет. Это тебе все, что как это! Уitious любовь, дадите. Дай, друг. Эй, велик шикер! Кто-то пойдет prior! Андрюша, Андрюша, не надо, пожалуйста. Мама, уйди. Не надо, умоляю тебя, сыночек, пожалуйста, не надо. Успокойся, пожалуйста. Господи, боже мой, я просто в голове не укладываюсь. Ну, как это могло с нами произойти? Ну, почему? Ну, за что? Я же, я же кое-что подозревала. Она даже однажды назвала себя Женей. О, Господи, боже мой, ну, какая я идиотка. Прости, сыночек, это я вас увязала. Да прости, пожалуйста, это же я привезла ее сюда. И ты же мне говорила, я тебя не слушала. Ну, прости меня, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дайте мне сосиску в тесть. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и куда мне предлагаешь тебя взять? На кухню нельзя, санитарная книжка нужна. Ну, не обязательно же на кухню. Я могу мыть полы. Да хоть что, любая работа. Без паспорта. Ну и как ты себе это представляешь? Можно же не оформлять. Мне правда, мне очень нужны деньги. А если проверка, а? Кому по башке отдадут? Мне или тебе? Э, ну-ка, Толя, стой! Это что такое? Твою мать! Я же картофель заказывала, а не батат какой-то. Картофель. Грязный. С пупырышками. А и что? Ну, напутал я. Возьми. Куда его теперь? На базе возврат не примут. А мне куда его девать? Договорились, картошку? Значит, вези картошку. Все, назад. Господи, кошмар какой-то. Так что ты там сказала? Денег у тебя нету? Да. Мне надо на что-то жить. Странно как-то, а? Сумка у тебя дорогая. Итальянская. Руки, он у тебя, ухоженные. А денег тебе не хватает. Ну-ка, давай рассказывай, что с тобой произошло. Я, я приехала в Москву, у меня украли документы. Послушайте, какая разница, берете меня на работу или нет? Нет, не беру. И не уговаривай меня. Ясно. Купите сумку. Купите, она хорошая. Она почти новая. Ну да, конечно. Всю жизнь мечтала крохобором быть. Хочешь совет? Мой личный. Не унижайся. Да. Мне все равно уже. Не полымать. Не уборщиться и быть. Это не для тебя. Иди и мирись со своим мужиком. Поняла? Это невозможно. Ну, как знаешь. Проходи, проходи. Не бойся. Здесь у меня много чего есть. Я уже четыре года здесь работаю. Знаешь, да? Осторожно, голову. Ну, вот, смотри. Нравится? Вот постель. Хорошая. Вот столик можно кушать. Вот спать не сможешь телевизор смотреть? Да, да, нормально. Жить можно. Скажите, а проверки у вас бывают? Какие? Ну, милиция заходит. Регистрация. А нет, это не переживай. Начальник на лапу дает. Там все нормально. Ну, ясно. А мне зарплату отчитают, да? Хочешь жить, умею вертеться. Что в России, что в Таджикистане. Везде все одинаково. Ты за это не думай. Ты давай обустраивайся. Я вечером приду. Плитка, чайник принесу. Хорошо? Спасибо. Ох. 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 Все. Продолжение следует... Абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. Андрей, возьми трубку. Андрей, я звоню тебе на протяжении двух недель. Каждый божий день. Я умоляю тебя, возьми, пожалуйста, трубку. Ответь на мой звонок. Я тебя предупреждала, я никуда не уеду без Стасика. И я не оставлю тебя в покое. Субтитры подогнал «Симон» 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она снова пришла. Кто? Ты прекрасно знаешь о куме. Не знаю. И знать не хочу. Может, стоит с ней поговорить? Ты что, готова ей простить? Я не знаю. Но отбирать ребенка у матери – это сверх всякой меры. Мне ее жалко. А меня тебе не жалко? Внук, я все понимаю. Ты представь, как она страдает без Стасика. Мама, она столько времени нам врала. Думала она тогда о наших чувствах? Нет, она наглая аферистка. И нет у нее никаких чувств. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И тем не менее, она во всем призналась. Сама. А это кое-что она значит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И Донбасс ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей! Андрей, подожди! Да и выслушай меня, я тебя умоляю. Не о чем разговаривать. Да, да, я понимаю. В любом случае вам нужно зарегистрироваться на юридическое лицо. Ну, а ваша ситуация физическая. Конечно, потом можно будет переоформить. Да. И документы у вас все будут сделаны в течение недели. Ну, это максимум. Естественно, конечно. Да вы смотрите, куда вы идете, девушка. Простите, пожалуйста. Боже мой, я перезвоню. Вот. Извините еще раз. Идите уже. Андрей. Андрей. Послушай. Послушай, если ты хотел меня наказать, то поверь, я получила хороший урок. Но я умоляю тебя, отдай мне сына. Нет. Представь, если бы у тебя забрали все самое дорогое. Зря стараешься. Твои слезы на меня не действуют. Зачем ты так делаешь? Ты же другой. Я знаю. Ты другой. Ты добрый. Я люблю тебя, Андрей. Сочувствую, но я не хочу тебя видеть. Ты мне противна. Что же мне делать? Исчезни. Ты никто, тебя нет. Ты умерла год назад. Наверное, ты прав. Я надеюсь, ты сможешь позаботиться о сыне. Не хуже тебя, не переживай. Исчезни. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТОЛЬ! Не смей! СТОЛЬ! 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 Я не мог убить тебя! Всё-всё-всё-всё, тихо! Тихо-тихо, дура! Дурочка моя! Всё хорошо! Всё! Всё-всё-всё! Пообещай мне одну! Больше никакой лжи! Обещаю! Я возьму свою фамилию! Нет, это слишком опасно. Что же делать? Ты Казаринова. В ближайшее время распишемся и всё узаконим. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А-а-а! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, ты как, успокоилась? Тогда пойдём. Я высоты боюсь! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Какая ёлочка красивая! Вон какая у нас ёлочка! Да, да! Стасик! Мальчик мой! Мой сыночек! Какой же ты у меня красивый! Как я по тебе соскучила! Мой хороший! Майя Сергеевна! Марья Сергеевна, простите меня! Я очень виновата перед вами! Я вас умоляю, дайте мне шанс! Я делаю всё для Андрея, для Стасика! Простите меня, пожалуйста! Ну как же мне теперь тебя называть? Женя! Ну всё-всё! Какая красота! Я никогда не думала, что у моей дочки такая свадьба будет! Галина Степановна, ну я же надеюсь, что у наших детей это единственный брак, поэтому свадьба должна запомниться! Ой! Спасибо! Уважаемые дамы и господа! А сейчас, внимание! Встречаем бурными аплодисментами наших молодожёнов! Андрей и Евгения! Здравствуйте! Какие красивые! Очень! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сволочь! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Да? Деда, Дьваныч, к тебе пришли. Кто? Баба какая-то. Красивая? Говорит, у нее информация по делу. Должна тебя заинтересовать. Ай, нет, я на сегодня свое отторабанил. Какие дела после восьми? Пусть завтра приходят. Дело с Воколовой. Ты им еще занимался, помнишь? Ее подозревали в убийстве Вадима Грекова. Зови. Добрый вечер Она? Один в один. Я в двойников не верю. А что за баба инфу скинула? А, противная, как наша с тобой жизнь, Васек. Все сделать, чтобы Соколовой подгазить. Грозилось шумиху поднять, к газетчикам пойти. Опа! А вот это нам ни к чему. Соколова покойница, это всех устраивает. Я заявление пока ход не давал, но ты же понимаешь, долго в столе я это дело держать не могу. С информаторшей надо будет разобраться. Согласен. Нам тоже скандалистки ни к чему. Мы любим тишину, покой и покойников. Ну ты, Геннадж, не волнуйся. Мы все сделаем чеки-пуки. Минимум крови, максимум результата. Насчет этой тетки я не волнуюсь. Вот Соколова другое дело. У нее теперь родственники солидные. Искать будут. Ну и пускай ищут. Сейчас знаешь, сколько в нашей стране людей без вести пропадает? Он идет. Ну все, я пошел. СТОНЫ СТОНЫ А! СТОНЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где я? Почему вы меня сюда привезли? Ешь пока горячее. КРИК Откройте дверь! Выпустите меня отсюда! КРИК Андрей Павлович, а у вашей жены были враги или завистники? Ну, может, из прошлой жизни? Вы поймите, я не любопытство ради. Я все понимаю. Это может быть связано с похищением. Видите ли, моя супруга год назад жила в другом городе. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Это вы? В смысле? Я видела вас в своей квартире в ту ночь, когда убили Вадима. История на редкость неординарная. Вы считаете, что те, кто убил приятеля Жени, как-то связаны с ее похищением? Все может быть. Чего они хотят? Свести счеты? Я бы вам советовал не думать за преступников. Послушайте. Скажите, они ее убьют? Я свяжусь с РУВД, где работал убитый. Как вы говорите, его звали? Вадим, да? Да, так она мне сказала. Фамилию помните? К сожалению, не интересовался. Ну что, найдем. Вы думаете, что я расскажу кому-то про вас и про Вадима? Что я пойду в полицию? Нет. Я же до сих пор этого не сделала. Я прошу вас, отпустите меня. Я клянусь, я никому ничего не расскажу. Все, чего я хочу, это жить спокойно. Все этого хотят. Позвольте мне уйти, пожалуйста. Не так быстро. Мне нужен от вас правдивый ответ на один вопрос. Ваш друг Вадим перед смертью нашел кое-какие бумаги. Где они? Бумаги? Я не знаю. Не было никаких бумаг. Подумайте. Ну, если не бумаги, то что-то другое. Флешка. Диск. Карта памяти. Вспоминайте. Он отдавал вам что-либо? Нет. Я не помню. Ну, тогда вам придется посидеть тут и подумать. Нет. Нет. Постойте. Я умоляю вас, не уходите. Я не видела Вадима несколько месяцев. Потом звонок. Открываю он. Говорит, соскучился. Подарок. Полдня выбирал. Прикольная вещица, правда? Что за подарок? Кулон. Странный такой. А он может быть флешкой? Не знаю. Наверное. Он вам нужен? Я привезу. Я съезжу домой и привезу его вам. Предлагаете мне свои условия? Почему нет? Я знаю, как он выглядит. И только я знаю, где он лежит. Придется поделиться секретом. Шепните мне на ушко. Что это? Где? Что значит? Нет. Нет. Вы собираетесь вломиться в мой дом? Остынь. Ты хочешь, чтоб все закончилось хорошо для тебя? Для твоих близких? Говори. Где кулон? И вы? Вы отпустите меня? На все четыре стороны. Подожди, котлены. Ребят, стойте! 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты еще здесь? Почему они еще не позвонили? Тебе лучше прилечь. Ты уже вторые сутки не спишь. Как там, Стасик? А капризничать все время. Еле уложила. Как будто чувствует, что с мамой беда. Хорошо, что хоть Галина Степана уехала и не видит всего этого кошмара. Я не хочу пока ничего говорить, пока хоть что-то не прояснится. Да, не надо, не говори. Ну, будем надеяться на лучшее. Я могу посидеть здесь с телефоном. Попробуй поспать. Не получится. Тебе нужны силы. Кто знает, что ждет нас впереди? Я посижу, я посижу. А ты иди, иди, иди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождите. Я прошу вас срочно. Куда вам? Сейчас покажу. Стойте. Так. Вот за этой машиной. Быстрее. Вы из полиции? Да, да, я сюда. Почти. Я заболчу много. Алло, Анатолий Борисович. Неожиданное обстоятельство. Андрей, а почему шепотом? Что случилось? Я застал в доме неизвестного человека. Где? В спальню у Жени. Он тайно пробрался через окно. Что ты искал в ее столе? Вам удалось его разглядеть? Я за ним проследил. Так, где этот адрес? Коттеджный поселок. Сосновый край. Улица Ключевая, дом 5. Запомнил. Оставайтесь на месте. Ничего не предпринимайте. Я с бойцами буду минут через 30. Максимум через 40. Вы поняли меня? Я думаю, что Женя здесь. Я говорю, что ничего не предпринимайте. Оставайтесь на месте. Ничего не предпринимайте. Плохая связь. Ничего не слышу. Анатолий Борисович, пожалуйста, поторопитесь. Андрей! Вова! Выезжаем. Давай, поднимай своих. Обычная дамская побрякушка. Довольно дешевая. А Ларчик просто открывался. Прикольно ищится. Не то слово. Я надеюсь, это то, что вам нужно? Ага. Маленькая игла, на конце которой Кащеева смерть. Благодарю. Я свое слово держу. Ну, ты пересчитай. Я не обижусь. Я думаю, это лишнее. Я вам верю. Верить можно. Только самому себе. Запомни. Иди, Палена тебя отвезет, когда скажешь. Чего ты? Что ты? О, Андрей Павлович, собственной персоной. Как я рад вас видеть. Где моя жена? Ладно, так и быть. Сбросим карты. Тем более, что у вас флеш-рояль. Веди меня к ней. Ладно, ладно. Так и быть. Мы с ним мило побеседовали. Пора и честь знать. А что вы стоите-то? Идите, идите. Ну, уж нет. Мы пойдем вместе. Боитесь. Хороший хозяин провожает своих гостей. Ремень вынимай. Ремень из брюк, живо! Повернись. Руки за спину. Вяжи его. Крепче. Вот так. На пол. Лицо вниз. И без глупостей. А то ему боссу мозги вышиб. Ясно? Иди он. Не советую. Ствол на пол. Тихо, тихо. Отпусти. Опусти. Открой дверь. Выпусти девушку. Вы свободны. Андрей Павлович попросил вас отпустить. Я не в силах был отказать. Андрей. Андрюша. Друзья, я когда... Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Слушай меня. Там за оградой машина. Водитель отвезет тебя домой. Нет, нет, я не пойду. Беги! А! Андрей! 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 Уф. Во пень с горы. Андрей, Андрей. Ты не поверишь, Вася. Я даже испугался. Что с ним делать будем? А, Андрей! А, Андрей! Чего делать? Тащи их на ближайшую лесполосу. Понятно. Здание окружено! Повторяю. Здание окружено! Выходить строго по одному. Поднятыми руками. Так, обстоятельства изменились. У тебя есть шанс остаться в живых. Ну-ка, давай ее сюда. Нет, нет! Давай, давай, давай! Нет! Тихо ты! Тихо ты! Тихо! Тихо! И на редко сюда шлевая сума! Будешь слушаться мне, поняла? Урода! Ствол! А теперь, медленно! Пошла вперед! Пошла, сказал! Пошла! Внимание! У меня заложница! Предупреждаю, мне терять нечего! Не стреляй! Убери людей! Командуй! Уходим! Так-то лучше! И давай без фокусов! Мы идем к машине! Сядешь за руль! Что, дадим мы ему уйти? А ты что хочешь? Чтобы он Казарина убил? Он все равно ее убьет. Освободи заложницу! Мы дадим самолет деньги! Поможем уйти! Полиция тебя не тронет! Я гарантирую! У меня одна гарантия! Вот эта девка! Захват заложника! Очень серьезная статья! Не усугубляй свое положение! Я так не думаю! И не дай бог! Я увижу за собой хвост! Садись в машину! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Осторожно! Все в порядке? Андрей! 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 Господи, Мил! Живой! Живой! Господи, как я испугалась! Как я испугалась! Как ты? Как ты? Лучше не бывает! Ах! 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 У тебя есть два дня! Андрей, нет! Нет, Андрей, ты ни в какие ворота! Уже не лезет Андрей! Я не успею даже собраться, у меня купальника даже нет! Тем более, а как Стасик! А что Стасик, я с ним поговорил, он не возражает! Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду! Это нам придется тащить кучу барахла еще для ребенка, понимаешь? Это подгузники, это подгузники, погремушки, игрушки, салфетки, Андрей, это два чемодана только для ребенка! А все это еще надо собрать, отвезти и разобрать! Я умоляю тебя, ну давай мы поедем! Любовь моя, ты не о том думаешь! Неделя безмятежности и полного счастья! Солнце, море, пляж! Пляж, пляж, это еще надо! Вот средства для загара, средства после загара! Мы все купим на месте! Андрюш! Что? Андрей Павлович, вас Антеля Бориса ждет! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот заехал сообщить, что следователь передал дело в суд! Липатникова обвиняют в похищении? Не только, она на нем много чего висит! Раньше был мелкой сошкой, крышевал ларьки в провинции. Со временем пробился в областную думу, стал не просто липой, а Липатниковым Александром Марковичем, уважаемым человеком. Ларьки остались в прошлом, но криминальные наклонности не исчезли. Использовал должностное положение? С лихвой. Руки по плечи запустил в областной бюджет, крышевал всю область. Вадим об этом узнал. Вот здесь хранились все доказательства виновности Липатникова. Ну, теперь это просто украшение. Возьмите. Это вот из-за этого меня похитили, а Вадима застрелили. Да. Значит, мою жену больше не обвиняют в убийстве? Нет, что вы. Евгений Викторович проходит по делу как свидетель. Но вам придется приехать в суд. Ну, чистой формальности. У обвинения достаточно улик и доказательств, чтобы упрятать Липатникова надолго. Конечно, мы придем. Андрей, я думаю, нам стоит отложить в отпуск. А когда суд? Я сообщу. Разрешите на этом откланяться? Да. Анатолий Борисович? Да. Спасибо вам. За все. Всегда рад. Советую далеко от себя не отпускать. Лида, Андрей, скорее сюда. Бегом. Быстро. Стасик. Где наша мама? А какие вы молодцы. Что? Смотрите и не говорите, что вы не видели. Ой, ой, ты мой маленький, мой маленький. Какой ты молодец. Мама, зачем же так кричать? Мы подумали, что с Стасиком что-то случилось. Случилось. Ваш ребенок делает первые шаги, а вы чуть все не профукали, да? Вот какой богатырь. Ты наш богатырь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok